И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзэхэдж, вы смотрите 31 серию приключений на сервере ЦВЛС на сборочке The Other Side. И мы с вами сегодня начнем серию с того, что я, конечно же, поприветствую, поблагодарю Литариуса и Ивана Жудькова за поддержку, а также всех, кто меня поддерживает. И в прошлой серии мы с вами не установили вот этот вот пьедестал. Я не знаю, куда установить пьедестал, поэтому я надеюсь, что эльфчик на меня не обидится, что я временно поставлю пьедестал вот здесь. Вот, собственно, пьедестал уже вылупился. У нас есть маленький такой веселенький зверенок. Надеюсь, что он никого здесь не будет жрать. И я не знаю, нужно ли его чем-то кормить. Вроде как у тролля, допустим, он рос сам по себе, кажется. Да я так что-то подумал, что давайте здесь, наверное, вот и так вот сделаем. У меня есть три разных размера на выбор, кому какой интересен. Пожалуйста. Так, друг друга, пожалуйста, тоже не ешьте. Не устраивайте здесь. Вот, окей. И дальше я так что-то подумал, что перед тем, как идти на дракона, я должен убить крысу. Не понял, крыса, ты чего? У нас что-то опять с сервером? Или с крысой? Не, погодите, у меня же здесь редстоун работал вроде. Все работает. Это с крысой что-то не так. Это крыса, которая вам видится. Крыса, которую вы себе представляете. Это псевдокрыса. Ее не существует. Вот. Я так что-то подумал, что я все-таки хочу летать. И летать я не хочу на своем костюме, потому что для битвы с драконом это будет неудобно. Поэтому, наверное, я все-таки сделаю, как и в прошлый раз, как и большинство людей, кто у нас с вами сидит сейчас на сервере, крылышки летучей мышки. Ну, потому что не могу сказать, что они мне прямо-таки нравятся, но что бы нет. Так, мне нужно шесть вот таких вот крылышек. У меня есть два. Но вчера, пока я искал червя, я себе нашел летучую мышку. Я ее положил сюда, но, в принципе, мне ничего не мешает сделать себе еще один спаунер-ченджер. И все-таки сделать себе спаунер не из эндро-йоу. Очень не хочу себе делать спаунер из эндро-йоу. Не спрашивайте, по какой причине. Так что дайте мне сейчас пару минут. Я себе заэмпауерю алмазный блок. Пойду... А, нет. Я даже не пойду ниоткуда таскать спаунер. Сейчас я вам даже покажу, почему. Потому что, собственно, рифка здесь притащила спаунер. Так, что там было нужно еще? А, лайт-блю-дай еще. Лайт-блю-дай. Ам, блю, лайт-блю-ди, лайт-блю-дай. Где-то... Вот. Есть же у нас с вами спаунеры. А хотя я думаю, что, знаете, что я его дену туда же, где у меня и газ стоит. Я думаю, что это будет самым правильным решением. Так что дайте мне секунду. Я ушел делать себе алмазный заэмпауерный блок. И спаунер-ченджер, конечно же, готов. Я, на самом деле, стал такой ленивой задницей, что я здесь себе вот этот вот рецепт зачем-то запихал в автократ. Причем это было достаточно сложно, нужно же было все фильтры здесь расставить. В принципе, мне нужно было сделать всего еще навсего два вот этих вот алмазных блока. Ну, ладно, запихал и запихал. Так, где мы с вами будем ловить нашу маленькую мышку? Я думаю, что, блин, где бы вот ей сделать такое местечко, чтобы она никуда не улетела? У меня даже никакой... А, я знаю, где у меня есть маленькая комната, где, возможно, это будет делать удобно. Там, где у нас горячий провод. Я надеюсь, что она здесь никуда не улетит. Мышка, вылезай. Мышка, залезай. Отлично. Операция по перемещению мышки из емкости в емкость прошла успешно. Всем спасибо, коллеги. Это было прекрасно. Так, теперь мне нужно взять себе... Уууу, что я здесь себе наделал? Ладно. Взять себе спаунер и отнести его в гастовую. Специальная комната. Так, давайте отсюда, на всякий случай, выберем... Уберем эту штуку и... Пойдем, спаунер. Кстати, чей спаунер я взял? Скелетов. Это я сделал не очень хорошо. Спаунер скелетов стоит здесь, ты мне можешь понадобиться. Ты мне можешь понадобиться для того, что я пока не знаю как, но я хочу попробовать его переместить в Незер для того, чтобы не искать там визор скелетов. Это не работает со спаунером из Ender.io, как у нас, опять же, проверял тролль. Но есть у меня одна идейка, которая может сработать. Ее, правда, придется реализовывать, ну, как обычно, через одно место, да, но, возможно, она сработает. А, так, увидимся в гастовой. Черт. Или не увидимся? У, увидимся. Гастовая. Бум. И стой. Ай! Я успел? Я вроде успел. Отлично. У меня есть, правда, что-то случилось с выдвигалтами. Есть у меня ощущение, что я, может быть, даже знаю, что с ними случилось. С них стояли чизольные блоки. И теперь они здесь не стоят. Ну, главное, чтобы выдвигалты работают. И у нас с вами вроде как не упал сервер. Я уже поправил эту вещь в своем моде, но, к сожалению, те, которые стояли, они теперь вот так будут выглядеть. Фига себе, вот ты-то где зачем? Блин, мне бы мышки. Как бы отключить спаунер гастов? Конечно, тролль придумал отличный способ, но мне здесь с таким потолком это, наверное, не светит. А будут ли здесь спауниться вообще мои мышата? Учитывая то, что здесь светильники стоят. Блин, ладно, давайте я попробую сейчас за кадром здесь. Хотя что-то надо делать с гастами. Ммм, я знаю, что я могу сделать с гастами. Это странный способ, но я попробую им сделать маленькую тюрьму. Маленькая гастовая тюрьма будет выглядеть приблизительно вот так. Это странный способ, но, возможно, это сработает. Я единственное, что не знаю, на сколько блоков спаунер будет пытаться это дело спаунить. То есть я сделаю вот так. Я опять нарисовал какую-то непонятную победилду, но это как обычно, да. И попробовать сюда засунуть спаунер гастов. Ну-ка, спаунер гастов, ать, ать. Если я вот так сделаю, это возымеет эффект. Будете вы спауниться, не будете? И, конечно же, попробую выключить свет. Блин, ты все здесь вылез, да? И что-то мне еще разрушил? А, нет, ты не разрушил, ты мне включил свет. Ладно, пофиг. Мышки, вылезайте, вы мне очень нужны. И жевать на быстрее, пока есть эти здоровые белые шары, все нахрен не разнесли. Мышки! Ребятки, хрень какая-то. У меня не спаунятся мышки. Я даже себе убрал отсюда полностью освещение. Кстати, у меня получилось вот таким образом заблокировать спаунер гастов. Но это ладно. Закрыл себе все источники света, которые вообще были в этой комнате. Они все не спаунятся. Я их уже в какое-то место не ставил. Это очень печально. Потому что там вроде как все-таки мышка. Видите, там мышка. Но почему она не работает, почему она не спаунится? Может, какая-то была дефектная мышка? Может быть, после того, как я ее пихнул вот в этот вот бутылек, она испортилась? Но вообще, вроде раньше такого не было. Я же себе гастов именно так, по-моему, сюда переносил. Хотя нет, я его поймал стандартным способом. Ну, в общем, видимо, этот спаунер у нас бесполезный полностью. Поэтому придется мне сейчас идти назад в пустыню и ловить там мышей. Ребятки, перед тем, как пойти, собственно, за мышами, я решил зайти и посмотреть, что здесь происходит. У меня выросли, по-моему, мои замечательные вещи. И смотрите, какая хреновина. Более того, знаете, что самое интересное? Нет, вот этого похоже... А, могу, только он почему-то немножко заглючил. Так, я это отпущу от греха подальше, потому что мне даже пришлось запись на паузу поставить. Блин, я их что, теперь размножать здесь могу так? А, нет, этот... А, во, во, давайте, кладитесь и размножайтесь, да? Как там говорится. Один пополз, другой просто так стоит, видимо, клиентский. Если я беру маленьких, такого не случается. Я, если честно, просто очень удивился, что я их вообще могу взять. Вот этот ключик загнутый, блин. А, ладно, пофиг. Все, я теперь, по-моему, никого не могу взять. Я их сломал. Ну, ладно. О, помните фильм «Чужой», да? Вот, по-моему, там такое было. Блин, и с крысой, и с этой тут еще непонятно что. У меня сегодня какие-то проблемы с животными, по-моему. Ладно, пошел я все-таки ловить мышки, как и хотел. ЗТХ Дезерт М, я, по-моему, ее назвал. Ну, хоть какой-то плюс от моих приключений. Я нашел здесь себе что-то. Похожее на данж. Ууу, его даже до сих пор никто не съел. Как прелестно. Аппрентос, книжка, новость, новость, новость. Даже брать не хочется. Седло, наверное, я возьму отсюда. И что у меня здесь во втором сундуке? Капаситор. Мастер, какая-то хреновина, кондуит проб какой-то, книжка, мастер, адванс мастер, пусть будет. Да и, наверное, тоже все. По-моему, больше здесь мне ничего не нужно. Ладно, доспехи на лошадь возьму, вдруг они для чего-то нужны. Хотя их, по-моему, крафтить можно. Окей. Мышек ищем дальше. Ребятки, видимо, это судьба. Я нашел здесь зеленую ящерицу. Давайте просто его убьем. Без полетов, без всего. Потому что они здесь достаточно неагрессивные после обновления сборки. После обновления моды, я бы даже сказал. Ты, правда, не очень, конечно, мне нужен, но я просто должен тебя убить. Прости, ничего личного. Все уже убили своих драконов. Я своего пока не убил, так что ты будешь моим драконом. Где-то там. 44 жизни. 36, 32. Это что касается моей брони, да? Вы все прекрасно видите. Так, дракон сдох. Я получил свою заслуженную ачивку. И теперь самое главное будет здесь не задохнуться. Это будет эпик. Ну, блин, мне не нужны сейчас драконы. Я делаю для вас специальную вещь. Дракон, вот зачем ты вылез и поджег там что-то? Как мне тебя раздевать? Пустой рукой надо делать, да? Я из него желудок вытащил какой-то. И рука перестала быть пустой. Миленько. Да хватит. Дай мне тебя раздеть-то. Песок мне не нужен. Ой. Дышать надо. И еще один желудок. А, сердце. Теперь косточки и башка. Теперь, типа, наверное, все. Ну, единственное, что опыта можно немножко собрать. Ладно. Не знаю, зачем я это сделал, но пофиг. Я ищу мышку. Мышка! 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 Четыре крыла! А у меня было два. Слушайте, мне еще даже вторую мышку искать не надо. Мне же нужно шесть в итоге. Ну, ладно. Я еще некоторое время проведу, потому что мне понравилось. Я, на самом деле, еще убил какторикса. Или какториска, как они там называются. За кадром. Но не успел включить запись, поэтому не смог вам показать. Могу сказать, что броня держится отлично. Единственное, что, конечно, визор-эффект был не очень приятным. Поэтому пришлось себе сделать кольцо лечения. Тоже чуть еще тут. Ну, да ладно. Ой, кактус. Блин. Ты меня... Ты меня потрогал. Где мои ножницы? У меня есть лишние ножницы. Я тебя за это обрею. А! Вот все. Теперь я в тебя могу тереться. Ну, ребятки, в принципе, не нашел я больше мышки. Но у меня есть уже шесть этих штук. Поэтому, в принципе, мне этого должно хватить на то, чтобы сделать себе крылышки. Единственное, что мне не хватает на эти крылышки, это, конечно же, звезды. Чтобы сделать звезду, нам с вами нужно дыхание дракона. Это фигня. Незер Стар. Вот с этим мы сейчас с вами будем париться. И также остальные не очень дорогие предметы. Что касается визора. У меня, естественно, нет ни одного визор-черепа. Ммм, так получилось, да? Но я хочу туда перенести обычный спаунер ванила скелетов. Как я уже говорил. Который эльфочка любезно нашла и принесла даже мне вот сюда. Но, каким образом это сделать? Нам же с вами придется пройти через портал. Я думаю, что это будет не очень простое занятие со спаунером в руках. Хотя, в принципе, можно попробовать. Но я хочу извратиться и сделать себе спейшал вещь. Как она только называется-то? Спейшал же вроде всю жизнь называлась. В Applied Energistics такая штука, которая позволяет перемещать предметы. Ну, или не только предметы. Блоки внутри, да? В специальную ячейку. Где бы мне его найти? Дайте-ка мне секунду. А, я писал неправильно. Вот он. Спейшал Пайлон. Мне этих штук понадобится много. Дальше здесь у нас с вами требуется кварцевое стекло. Рецепт которого у меня, по-моему, был в автокрафте. Кварцевое стекло. Сделай мне 40. У меня вроде все на это хватит. Давай-давай, крафтись, крафтись. И кроме того, мне еще будет нужен Спейшал I.O.Port. Ты как делаешься? Обязательно... А, я уже думал, обязательно из такого стекла. И I.O.Port здесь нужен. Ммм, как интересно. А на I.O.Port тут что нужно? И драйв две штуки. Фига себе рецептик. И у меня, как ни странно, пока еще на все хватает относительно ресурсов, да? Я пока себе все еще могу это сделать. Ей! Спейшал I.O.Port у нас с вами есть. Сколько мне нужно пилонов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, шестнадцать, пятнадцать, двадцать вроде как. Если мне память не изменяет. Поэтому давайте я это дело скрафчу, наверное, за кадром. Так, ребятки, я себе сначала сделал одиннадцать, потому что, возможно, я что-то путаю, и мне на самом-то деле понадобится меньше. Единственное, что где бы мне найти канал? Как я уже говорил, у меня тут есть одна заначка в плане каналов. И где-то вот с этой стороны у меня... Нет, не с этой стороны. С другой стороны, у меня есть как раз кабель, из которого выходит, по-моему, только два, что ли, канала. Я его прицепил себе к автокрафту. Где-то вот здесь у меня был канал. Вот он, по-моему, идет. Потому что, вон, всего два из восьми каналов. Видите, использовано. Я думаю, что я сейчас от него попробую провести. Провод куда-нибудь у меня сейчас пока без разницы на красоту. Мне просто важно, чтобы эта штука заработала. Потому что я ее поставлю и уберу потом. Мне не надо, чтобы она постоянно стояла. Я думаю, что вот таким макаром, возможно, мы с вами сможем эту проблему решить. Так, теперь эта штука должна быть подключена к нашим вот этим вот пайлонам. Да, пайлоны должны представлять собой структуру. Минимум три на три на три блока. И вот здесь вот вопрос. Я уже неправильно сделал, да? Что вот эти нижние блоки, типа... Нифига себе я вырубил. Типа они нужны, что ли? То есть я сделал себе даже больше, чем мне было нужно. Единственное, что, по-моему, к ним ко всем нужно подводить энергию. Иначе оно не заработает. А вот так можно? А, даже вот так можно. То есть, по идее, вот это можно отсюда снять. Блин, когда я научусь пользоваться ключами? Вы меня сейчас, наверное, опять ругаете, что зи опять все делает своей дрелью. Так, и давайте попробуем взять еще один. То есть, возможно, это строится так. Блин, я даже, если честно, не помню, сколько уже времени прошло, когда я последний раз строил эту фигню. Это было даже, наверное, не на 1.710. Это было, наверное, даже на 1.6.4, если не раньше. Позьмем себе еще один такой блок. И попробуем его выгрузить наверх. О, оно заработало. Почти заработало, но вроде заработало. То есть, по идее, вот это у нас с вами должно сейчас использовать один канал. И где-то сюда я должен прицепить вот этот вот Special I.O. Port. Вот так, если я сделаю. Есть такое ощущение. Да, хранится у нас с вами. А что так мало энергии хранится? Куда энергия вся ушла? А, она сюда приходит и почему-то сразу убегает, да? Максимум энергии 8.2. Требуется 10 кило РФ. То есть, мне нужно себе еще расширить немножко систему. И сайз 1 на 1 на 1 означает то, что мне, в принципе, нужен самый маленький Spatial Storage Card, который 2. Вот, 2 в кубе. Давайте мы тоже его сейчас попробуем сотворить. И наш сел. Ей. Так, готово дело. Я там себе уже по-быстрому за кадром скрафтил в ячейку одну энерго. Поставил ее к системе. У нас с вами теперь здесь хранится аж, ну, 208, да? Этого должно хватить. Теперь я сюда ставлю эту ячейку. И как только я сюда подам родственном сигнал. Если у меня какая-нибудь кнопка, нету. Но я воспользуюсь, наверное, рычагом в таком случае. То, что у нас содержится внутри этой структуры. То есть, вот здесь. Давайте, кстати, сюда какой-нибудь блок поставим. Оно будет засосано в ячейку. Засосано. Засасано. Окажется в ячейке. Давайте я сразу попробую взять этот спаунер. Если я его потеряю, мне будет немножко грустно. Но я знаю, где взять еще. Ать. Да, взяли спаунер. Главное, чтобы не как с червем, да? Так. Тык-дык-дык-дык-дык. И главное успеть его это. Бым. Чтобы он не начал работать. Упс. Ей. Он засосался. Он есть здесь. Хе-хе-хе. Теперь задача за малым. Всю эту конструкцию каким-то макаром перенести в Незер. И там ее активировать еще раз, чтобы там появился спаунер. Дайте мне секунду. Так. И, ребятки, мы с вами в Незере. Я очень неудачно включил запись. У нас есть 14 минут на то, чтобы попробовать воссоздать эту структуру. И почему-то у меня... Ух. Перестало идти время. Меня это, если честно, немножко насторожило. Я решил взять вот эту вот ячейку, которую, собственно, я и использовал для того, чтобы поддерживать в системе энергию в процессе создания вот этого вот спейшл-стоража. И, возможно, энергия, которая в ней есть, мне хватит на то, чтобы высвободить то, что здесь у нас с вами находится. Попробуем мы это с вами сотворить как-нибудь вот так. Спейшл-аэропорт. Единственное, что вот не нужен ли мне для этого контроллер, кстати, интересно. И энергия. Видимо, этой хрени нужен контроллер. Ладно, благо у меня времени еще много. Сейчас сделаем себе быстрый МИ-контроллер. Так, пробуем. Контроллер. Сеть. Бум. Может быть, к контроллеру вот эту штуку поставить? Бум. В смысле, а чего ты не работаешь-то? У тебя нет энергии вообще! Ё-моё! Мне для моей системы ничего не жалко. О! А теперь ты что? О! 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 Так, 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 так. На тебе. И сможешь ли ты это дело выплюнуть? Прям-таки воздух. Ать! Ей! Оно выплюнулось! Единственное, что пока что у меня здесь... Ну, это уже можно выключить. Это вообще можно, на самом деле, убрать отсюда. Хотя вдруг я захочу его забрать. Где мои скелеты? Будьте любезны скелетов мне. Желательно визоровых. У меня времени не так много. Система. Будь любезна, дай скелета. Дай скелета! Блин, неужели здесь какой-то мод меняет эту механику, что теперь у нас из ванильных спаунеров спаунятся в Незере обычные скелеты? И дело вовсе не в Эндер Айоу. Мм? Смотрите, реально обычные. То есть я столько мучился тоже ради того, чтобы в итоге сейчас пойти искать себе крепость и забрать скелета, да? Блин, такая система была клевая. Ну ладно, что делать. На самом деле, на этой ноте реваном с вами, ребятки, пора прощаться. С вами был Зигзэхэш. Я надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. До новых встреч. Как обычно, всем счастливо и пока! Иго-го! Иго-го! Давай-давай, лошадка моя! Вези меня! Вези меня в дальние дали! Иго-го! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Какая же дурная хрень! Я, в смысле, не червяк!